я уже в течение многих лет думаю на той на том путешествие которое у меня было по святым местам будем говорить так святые места мы так называем это Израиль для нас всех это как бы так больше открыт как Израиль но лет уже 8 наверное назад мое путешествие для изучения библейских мест было в стране которая соседствует с Израилем под ту сторону Иордана есть страна под названием Иордан в Иордане фактически 90 или 80 процентов писания которое мы с вами перечитываем оно исполнялось там и я бы еще раз хотел бы поехать и еще раз увидеть потому что та история которая происходила и на той стороне мы как раз вот переживаем исход местописания бытие части истории которые мы не можем найти на Эрес Израиль хотя мы все под под своим разумом или там мышление понимаем что Эрес Израиль вот она обетованная земля там все и происходило но один одно путешествие меня очень впечатлило не потому что на одно место не потому что там меня хорошо кормили нас хорошо кормили а нас повезли в землю пустыни а одна ну вот пусть поставь песок песок вокруг один песок и какие-то там палатки стоят бедуины и так далее нас привезли мы там нас накормили было очень прекрасно хотя и нам нас обслуживали верующие христиане мы хотя и в одежде арабской но это были египтяне которые копты которые мы увидели кресты на их руках мы пообщались с ними и еще там на той прекрасной земле еще прославили бога вместе но они повезли нас место при которой предполагается местом где жил иов человек который всем известен и этот жизнь которого этого человека часто мы вспоминаем во времена наших переживаний трудности или событий которые нам не совсем приятны мы к идем к этой жизненной истории и мы ее поднимаем человек по имени его для нас знаком по жизненным страданиям которые он переносил и я смотря на окружающие нас обстоятельства хочу верить что в этом календарном году у нас будут перемены я верю что мы изменимся и мы с вами заживем лучше свободнее и знаете я буду более позитивный постараюсь быть более позитивным потому что я хочу чтобы услышали слова которые оставили на нам писание и слова которые говорит ее 42 глава у вас у каждого есть библии в телефонах так что вы можете спокойно открывать не звонить не делать смс не переписываться в инстаграме а начинать именно следовать обучению смотрите с 1 стиха тогда ответил господь и его я знаю господи ты знаешь все и тогда ответил господу и его он отвечает я знаю господи ты можешь все кто из вас сомневается что бог может делать все все никто не сомневается никто не сомневается ты строишь свои планы и ничто из изменить их не может ты господи вопрос мне задал кто этот человек который все мои советы затемняет своими неразумными господь я говорю о том что слишком велико для моего рассудка я того не разумел ты мне сказал и слушай я буду спрашивать тебя и ты ответь я в прошлом слышал о тебе господь теперь же видел я тебя воочию послушайте после этот следующий стих мне стыдно за себя господь я очень сожалею сижу в пыли и пепли но обещаю изменить и жизнь и сердце кто из вас зачитывал эти вот слова господь я сижу вот в этом состоянии все это я слышал о тебе а теперь я вижу я сижу мне стыдно и я обещаю изменить и жизнь и сердце тема моя моего послания будет простой теперь я вижу тебя приходит в жизни нашей ситуации где мы проходим жизненный путь и я задам вопрос кто из вас вот проходя какой-то путь свой вот думали вот так это плохо ну вот так оно варшиво а потом вы видите но это послужило мне к лучшему один из датских философов сказал жизнь можно прожить смотря только вперед но понять может тогда когда рассматриваешь ее в прошлом вы понимаете о чем то есть другими словами ты не способен понимать что происходит в реальности пока ты не придешь какой-то путь и в той точке твоей жизни ты посмотришь назад и поскажешь вот почему это произошло многие из нас проходя этот путь мы есть какой-то момент нашей жизни мы сталкивались с какими-то решениями быстро их решаем делаем эти вопросы решаем и кажется катастрофа все будет полный крах но в прошествии времени мы вдруг было понимаем что это послужило нам на добро было бы хорошо все было катастрофически плохо тут раз и как бы так все стало на место нам не нравится когда мы проходим тот путь а когда уже прошли мы говорим а все таки нормально выжил значит хорошо писание в своей полноте предполагает человеку вариант восприятия божьего непредвиденного для нас плана жизни все вся библия это как бы книга получающая нас не просто жить а увидеть план божий который не невозможно увидеть предоставить этот план непредусматриваемый нами план только у бога есть все ответы приобрести научиться применять жизнь и обстоятельства так чтобы нам понимать что все служит ко благу книга и его находится в разделе библии которые называются мудрости если был в библейских школах или же в семинариях они понимают это книги мудрости я думаю что это не зря там находится эта книга потому что она написана для тех людей которые богобоязнены чтобы научиться из этой книги делать выводы своей жизни каждый из нас мы верим что этот год вообще будет удачным годом многие я знаю люди которые научились местописания как бы себе делать заголовками да такими как его тезисами я думаю что каждый из вас уже приготовил к себе и настроился что это будет год год успеха эфисианам там 3 глава 20 стих дайте что написано а тому кто действующий в нас силы может сделать не приз не сравнивать больше всего чего мы просим или чем помышляем мы говорим так все в этом году чем больше тем лучше и даже то что я не помышляю бог все таки все это сделает надея тоже так хочу верить я хочу верить что все прекрасные события которые нас ожидает они исполнятся удивительные благословения которые я мы не ожидаем вдруг внезапно не сойдут на нас мы станем богаче краше лучше или же ну как бы не настолько голодные у нас будет свет газ и все остальное и мы не попадем никакое рабство мы на самом деле хотим чтобы это все произошло и я скажу с вами да и аминь но как у нас говорят в одессе на привозе а так на всякий случай а вдруг что-то пойдет не так а вдруг январь февраль март апрель мая а может быть в июне а может быть в июле в августе сентябре ноябре и не дай бог в декабре что-то все таки может произойти так называемый синдром и его кто может исключить это никто как классифицировать синдром и его я так назвал синдром и его это как бы у нас есть разные синдрома синдром и его пока еще никто не выделил я выделяю как и каким образом это неожиданное и незаслуженное времена бедствия или несчастье которые мы должны принять без каких-либо объяснений и я нагрузил вас да я понял такие темы нам не надо не нравятся нам нравится что мы победители мы на всем ездим мы всем погоняем мы всем управляем а вдруг не пойдет так как у всех пойдет поэтому книга и его дана нам чтобы мы научились там глубин именно дана богобоязненным людям и я хочу сказать синдром и его это неожиданное и незаслуженные времена бедствия или несчастье которые мы должны принять без каких-либо объяснений но надо не хочется жить что в книге самое основное и глубокое не то что человек проходит трудности она здесь что самое глубокое что бог не дал и его объяснение почему это сделал он не говорит не объясняет и даже не как бы не считает нужным человеку который был битвы так богочестивым не делал зла объяснить ему объяснить потом почему мы все-таки это сделали с тобой был человек земле уц имени имя его иов был человек тот непорочный справедлив богобоязненный и удалялся зла вот картина правильного христианина согласны смотришь вот так вот если человек живет по писанию по по евангелию да то при этом вот это первое первый стих был в одессе человек христианин был человек непорочен боязнен и удалялся от зла какая картина рожденного свыше человека правда но однажды была встреча на высоком уровне среди в ангел господних оказался враг ну так случайно проходил мимо видел толпу стоит на встречу с президентом да стал в очередь к нему подошла очередь и вопрос ты где был ходил по земле ходил и шо ну как и есть всем нас солил по чуть-чуть ну может быть такая такой разговор если мы так перебрать то что было там происходило под земле божий ходил к людям заходил нормально ведь задача украсть убить и погубить на той сатана как бы и здесь по земле ходит как враг ища кого убить погубить обозвать забрать украсть но по сценариуму нашего воображения вообще-то мы бы мы бы сказали боже ты чё с ним еще разговариваешь что не знаешь свое творение как низко упал все понятно его пути какие надо вот долой ну что интересно бог начинает с ним общаться бог еще дает ему совет пойти потрепать ему нервы и его я хочу чтобы вы понимали возможно это сложно понять мы же оправданы очищены освобождены и мы стоим пред богом через и шо мессии праведными человек тот не зная и шо уже был по закону божьему праведен справедлив и бог общаясь с дьяволом да здесь говорит а ты вообще заметил и его не заметить его нельзя был человек земле уц имя его иов и был человек тот непорочен справедлив богоболятен удалялся от зла от зла вот этот человек вот возьми заверни его и сразу а рай если бы умер точно попал бы сразу в рай знаете бог дает дьяволу зацепку говорит а ты вообще заметил иова и бог дает дьяволу возможность поглумиться над иова это когда мы все сговорим но только бы такая ситуация которую мы представить не можем и слов господа происходит что от по отношению и его не просто происходит доверие бог доверяет и вот видят и его его праведность справедливости непорочности и это делает как бы цену и его но знаете самая большая цена цена испытания верности верность когда мы богу говорим боже пожалуйста использую мой дар для царства божьего что мы имеем ввиду чаще всего то что я умею мои дары мои специальности мою харизму я хочу быть использованы в случае в царстве божьем и так далее и мы действительно мы должны это делать но мы забываем что наши дары и использовать бог может немножко в другом направлении нашу жизнь вы замечали что не впечатляют люди которые знают о христианстве не из практического применения они говорят общее что бог может что не может чтобы нам делать что не делать но когда люди говорят из собственного опыта о том что бог сделал когда они проходили трудное время когда бог исцелил во время до сильной и тяжелой болезни что бог сделал тогда когда у них изменила жизнь больше влияет чем твои дары которые ты используешь имеешь мы думаем когда боже используй мой дар а самый большой дар дайте что ваш жизненный опыт то что мы пережили используй дар то что бог позволил в жизни и его не означало что богу было все равно что что с ним произойдет но бог думал о нем выше чем сам иев думал о себе бог был заинтересован в иове его верности его жизни и сказал господь это не обратил ли ты внимание твое на раба моего иова ибо не такого как он на земле человек непорочный справедливый богобоязненный удаляющая зла и отвечал сатан господу сказал разве даром благобоязнен иов каждому из нас мы хотим быть успешны богаты серьезны и кто бы так богу бы не служила даже катались в киеве на машинах таких спортивных и написано было сын царя ну кто бы так не хотел бы жить и служить богу правильно так любой может дай в кармане денег и можно служить ходить боговествовать раскидывать деньги бедным нищим быть им почти почти святым не ты ли кругом оградил его и дом его и все что у него дело рук его богословил и стада его распространяются по земле сказать вау вот это да разве ты не обратил внимание бог говорит такими словами обратил ли я конечно обратил заметьте не бог говорит что он оградил иова и семью и благословил руки его и распространяется его стада по земле не бог говорит а сатан и меня вопрос стал а почему сатан поднимает этот вопрос ты оградил его оградил его семью оградил его стада где благословил руки его вы никогда не задумывались почему сатан говорит это потому что он уже пробовал как он знал если бы не попробовал поэтому он говорит ты обратил внимание это обратил я там был уже я понимаю что ты его оградил ты его сохранил ты это сделал потому что я уже пытался нашкодить ему я пытался украсть убить и погубить и не получилось потому что ты оградил без обид скажу вам мы жалуемся надо богу за беды которые настигают нас это всего лишь то что прорывается через эти ограждения а все что еще не прорвалось нашей жизни мы не мы не благодарны вот потому надо благодарить что мы не знаем нам нужно благодарить потому что дьявол пытался и его что-то сделать если бы не пытался бы не знал что бог его хранил и берегал сколько у нас безопасности есть сколько раз господь нас оберегал от всего того чего мы даже не предполагаем себе я уже несколько раз говорил такие истории когда я на себе идешь через дорогу и так только так в том раз сколько лет назад так раз в сторону и такая машина пролетела а на мотоцикл когда я еду раз и маршрутка дверь открывает и на ходу ой ты думаешь Боже спасибо мы иногда неблагодарны есть вещи которые мы не подозреваем происходит и бог нас от них уберегает мы этого вообще не знаем и нам нужно поблагодарить за ограду которую господь поставил для нас и нашей семьи и нашей страны аминь все то что приготовлено то что пытается сделать и у нас есть безопасность любой конечно я уже сказал будет благодарить Бога когда все есть он про но простри руку один из стих твою и коснись всего что у него благословит ли он тебя сатан говорит но то есть он будет проклинать только только это убери вот то что у него есть охрана безопасность все то что и он станет тебя проклинать то что дьявол пытается общаться с Богом по поводу Иова это возможность сказать ему подожди дай мне пощекотать ему нервы я пощекочу ему нервы стану для него болью и он просто от тебя откажется проклянет и умрет он проклинать будет твое имя и проклинать что он родился вообще дай мне возможность и сказал Господь сатане вот все что у него в руке твоей только на него не простирай руки твоей и отошел сатан от лица Господня и сразу же следующий стих сразу же следующий стих начинается напали на огонь сожжел сжег овец да помните да потом украли всех верблюдов дети погибают и выживают там и слуги все пропали один выживает чтобы принести ему новость потом следующий еще не успевает один сказать что произошло выживший и другой добегает и говорит еще хуже историю и знаете как у нас бывает одно за другим навалилось и мы как только с одного не могли очухаться что произошло нам приносит другую новость от которой еще страшнее становится стратегический сатан делает то что сделала Далида Давиду снимает от него силы которые бы противостояли бы врагу сатане вообще не нужна не нужны были ни овцы ни верблюды не дети его сатане нужна была одна позиция чтобы Иов перестал чтить Бога сатан ослабывает наши позиции одним горем за другим одно за другой проблемой для того чтобы ослабить ослабить наши руки нашу веру в Бога который контролирует все происходящее Бог высоко ценит каждого из нас поэтому случающие с нами беды это не безразличие нашего Господа а доверие испытанием злом это его доверие нам что мы останемся ему верны и обращаясь к тем кто говорит если еще одно горе произойдет если еще другое произойдет я не выдержу невыносимых ситуаций нет и невыносимые ситуации не смогли преломить Иова написано что во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге у меня следующий вопрос зачем второй раз дьявол идет на встречу с Богом вы заметили что там дважды была встреча на высоком уровне зачем что что ему еще нужно было это говорят добить получить разрешение на добить и посвятительски это так потому что он не получил желаемого результата дьявол не получил результата желаемого потому что здесь написано что Иов не согрешил перед Богом ни словом не отрекся позицию в Боге он держал сильно при всем кто потерял свой скот то есть имение земли слуг и детей потерял все ну мы понимаем там читать можем что Бог взял то дал то забрал дьяволу не нужны были овцы как я уже говорил или слуги или дети ему нужно было посвящение и его Богу забрать это посвящение ему нужно было именно поклонение и его убрать от Бога за все что у него есть да и дать ему чувство проклятия сторону что Бог не защитил наше присутствие ваше присутствие в Доме Божьем или те кто нас смотрит в прямом эфире вы сейчас у кранов это то что Бог хочет чтобы мы имели дьявол будет всячески нас отвлекать от того где мы должны быть будут любые ситуации чтобы нас отвлечь от того где мы должны быть любые ситуации будут произойти в жизни и мы не там где мы должны находиться вместо того чтобы печалиться и огорчаться о проблемах мы тут чтобы прославить того кто знает конец истории дьявол так как вор хочет все украсть убить надежду мы не должны этому позволить это мы не должны позволить вор приходит того чтобы только чтобы украсть убить погубить ешуа пришел чтобы дать жизнь и жизнь во всей полноте иоанна 10 глава 10 стих если мы на этом месте значит мы сделали свой выбор несмотря на трудности переживания которые мы переживаем в жизни мы приходим туда где наше сердце где наше есть посвящение где мы почитаем Бога и знаем что он контролирует всю историю следующий уровень который получил дьявол от Бога становится персональным личным для иова он за шкуру свою человека дашь все вы замечали что во время фильмы которые истории рассказывали что люди за свою шкуру собственную да чтобы спасти ее и шли на предательство измены всевозможность отдавали все чтобы спасти себя и дьявол говорит вот тут когда я прикоснусь к нему к его шкуре он он тебя проклянет просто физическое вмешательство позволяет и его открываться изнутри когда мы с вами болеем когда у нас проходят в теле нашего какие-то изменения внутри нас начинается крик и вопль когда вещи происходят извне мы переживаем это немножко другие боли если вы так возьмете если я буду говорить искренним особенно к мужчинам может быть потеря ребенка или близких мы переживаем со слезами неприятно и так далее но это совсем другая боль когда касается твоей собственной шкуры твоего тела совсем другая боль начало страдания иова от проказы не не начинается просто со скребания со своего тела а отношения его жены послушайте услышите может кто-то не читал так не смотрел таким образом на это место писания но что происходит это не осуждение жены или женщин она потеряла детей послушайте она потеряла детей имущество слуг которые имела она из княжи в сиделку превратилась муж который гниет пахнет он шкрябает себя это гнили ее мышление просто взрывает ну атмосферу она она говорит я что под это подписывалась и в этом всем виноват правда будет получаться на и его ставку делали а жена здесь и страдание и его начинается не со самого страдания тела а отношения жены к нему она говорит ему то что дьявол произнес перед божьим лицом прокляни свою жизнь и умри она это говорить нет я не осуждаю ее потому что мог понять как мама которая потеряла своих детей жена которая имела все необходимое наверное и духи и транспорт и один верблюд что только стоит можно купить мерседесы наверное пустыни все что хотелось бы у нее все было и вдруг все меняется все походит по-другому я обращаюсь сегодня к женщинам сестры если вы может не в не должен делать по болезни или депрессии я действительно обращаюсь сегодня к сестрам вам приходят всякие мысли в голову чтобы уже избавиться от несостоятельного мужа бремя которое вы не рассчитывали нести с ним внезапно незаслуженные проблемы которые скатились на ваши головы вы несчастливы несчастливы в своих обстоятельствах и вам хочется проклинать вашего мужа за все что произошло в вашей семье кто виноват Иов не нужно было таким быть святошей не был бы такой святошек был бы как все этого бы не произошло находясь в этом состоянии я думаю что нам нужно задумываться я хочу вас спросить сестры под давлением что вы кричите под обстоятельства которые вы попадаете что кричите и на самом деле кричит ваша боль ваша несостоятельность ваша слабость кричит внутреннее несогласие с тем что происходит из вне слова которые выходят из вас иногда верующему человеку слушать невозможно и это кричит боль что вы подумайте сёстры что вас провоцирует говорить то что вы говорите конечно же вы потом извиняетесь вы говорите о я не хотел это то что вот накипело внутри меня и все таки и действительно это так говорит то что внутри это невозможно описать кричит боль невыносимое горе незаслуженное давление и переживая все это плюс еще к нему приходят друзья мало того чтобы потерял все жена которая проклинает его с той болью которой она живет без детей без обслуг и всего-всего и говорит слушай проклини вонючий умирающий муж ну умри уже сдохни уже и раз навсегда моя жизнь станет другой тут приходят еще друзья советники помните да и начинается разговор вроде бы нормально говорят правильные вещи но не тот мотив который должен быть разберись посмотри что ты сделал так далее как бы ну знаете как у нас бывает многие знают так и проходят жизнь появляется ситуация в жизни там бизнес жена давление дети появляются друзья которые ну ты смотри ну что такое но она такая неправа она с женой начинается и я стал раздражителен как многие из нас братья настолько раздражителен что вы выливаете свои чувства перед богом и на самом деле мы начинаем говорить да шо мне эта жизнь как это возможно вот эти дети жена мог бы быть самим собой ну зачем это все нужно знаете страшное что на протяжении тридцать восемь глав разговоры разговоры а в ответ тишина бог ничего не говорит бывает так у вас то ситуация давление там такой кипиш ты говоришь уже все богу надоело тут болит все выскажешь а в ответ тишина хорошая книга и одно дело когда ты страдаешь но совсем другое дело когда ты страдаешь и нет ответа одно дело когда приходит беда несчастье а совсем другое когда нет объяснений почему это так происходит я хочу чтобы вы услышали сегодня может послание не совсем как бы вдохновляющее но я верю что оно дает нам основы знать кто бог и вдруг 38 глава начинает ломается молчание и начинается разговор припаяшь ныне чресла твои как муж мужчина я буду спрашивать тебя и ты объясняй мне вот если так все хорошо знаешь я все слушал 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 ты все так хорошо знаешь есть такие у нас и братья и сестры что все знают все знают и бог где ты был когда я полагал основание земли скажи если знаешь кто положил меру ей если знаешь или кто притягивал по ней верфь на чем утверждены основания если или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд когда все сыны божьи восклицали от радости ты знаешь бог не пытается унизить его его знаете нелепости или же его как бы вот превозношение он не пытается унизить его но дает понять что у бога есть причина в том что он проходит и у бога есть причина то через что мы проходим о которой мы с вами не знаем бог вообще хорошего мнения о каждом из нас высокого мнения что нам возможно не бараны машины и что-то еще самое важное а важно высокое отношение то есть общение с ним как на каком основании построена моя вера в бога даже если тебе это непонятно и невразумительно но это не означает что все не имеет смысла из ничтожно происходит славное немного времени ты увидишь что господь остается верным своему слову немного времени он из пепла сделает прекрасное возвестить сетующее на сионе что им вместо пепла дастся украшения вместо плача или радости вместо унылого духа славная одежда назовут их сильными правдой насаждением господу во славу его немного времени возможно ты не знаешь и не понимаешь как что я делаю сейчас доверься мне сеявши со слезами будут пожинать с радостью с плачем сеющие семена возвратиться с радостью неся снопы свои Псалом 125 Тегелим жизнь продолжается в будущем но понимаем ее из прошлого нам только нужно видеть будущее и когда мы приходим к каким-то вещам мы можем посмотреть на прошлое и сказать вот что он делал после как бог завершил свое обращение к его вот что говорит и в ответ богу 42 глава с чего того мы начали я знаю господи ты можешь все ты строишь свои планы и ничто из изменить их не может да я говорил о том чего не понимал о делах для меня чуждых которых я не знал кто из нас может знать разум божий или планы его конечно вы скажете бог открывает намерение своим сыновьям или там пророкам слугам своим но здесь очень интересно ты сказал внимай мне я буду говорить я буду спрашивать ты отвечай мне я только слышал о тебе я только слышал о тебе а теперь в моих обстоятельствах и через что я прошел мои глаза видят тебя я молюсь чтобы наши глаза открылись что бог делает с нами в этих обстоятельствах обстоятельствах все это бог использует чтобы не только показать мне меня мне меня но чтобы демонстрировать мне его моих обстоятельств моих трудностях моих переживаниях бог не только показывает меня каким я могу стать все это вылезет наружу все что там у меня есть но хочет показать мне себя действие и восстановится платформа для того чтобы я воспользовался этим опытом во время время такое как и его во время его восстановления когда восстанавливался и бог не дает ему объяснения на свои действия и молчание поверьте чаще всего бог и нам не даст ответ почему это делал не спрашивайте может сказать рэбе ну хорошо а что же делать таких обстоятельствах в этом синдроме иева в незаслуженных неожиданных несчастьях на которых нет объяснений со стороны бога что мне делать через что я прохожу знаете вместо того чтобы быть поглощенным этими мыслями возмущением которое внутри нас разбираться почему зачем за что почему я а не другие лучше быть другого на экспериментальные опыты такие когда-то вообще закончится знаете что я могу предложить вместо терзания сделайте фокус на то что мы знаем не на то что мы не знаем почему так происходит и почти зачем и как когда закончится а на то что мы знаем а что мы знаем о боге что он верный бог сильный слово он свое не возвращает тщетным я знаю что ни одно орудие сделано против меня или тебя не будет успешно и всякий язык который будет состязаться с тобой на суде ты обвинишь это есть наследие рабов господа оправдание их от меня говорит господь я знаю благодарение богу даровавшего нам победу господом нашим ишуа мессии я знаю что победа будет от господа падут под тебя тысячи десятки тысяч одесную тебя но тебе не приблизиться я это тоже знаю три вещи которые я для себя вывел из трудных обстоятельств и первое это по тексту как раз вот иов он рассказывает первое то что нужно сделать это иов делал он пролил слезы не слезы просто плакать а здесь используется слово скорбить горевать нам нужно быть искренне такими как мы есть горевать обстоятельств быть открытыми сеющий со слезами будет пожинать с радостью с плачем сеющий семена возвратиться с радостью неся снопы свои послушайте друзья невозможно сжать с радостью если не будете готовы сеять со слезами или непонятно когда ты сеешь со слезами с трудностями переживаниями со скорбью и когда приходит время как бы утешение ты с радостью поднимаешь и ты знаешь в чем радоваться вера не отрицает реальность и и об этом открыто говорит вера уповает на то что бог изменит обстоятельства повторю вера это не отрицаловка обстоятельств то есть реальности вера это так когда мы знаем что бог изменит эти обстоятельства второе Иов отсеял всякий сорняк в голове и в отношениях были у него хорошие друзья с хорошими намерениями реально у нас есть такие друзья с хорошими намерениями и они давали нездоровые советы у нас нету друзей которые давали нам как бы личные советы ну как бы тебя кинуть или что то еще чаще всего люди делают советы дают с хорошими намерениями но не с праведными как бы ну желаниями они не так были хотели направить они не хотели направить Иова праведным путем они просто хотели говорить ему и Иову нужно было сделать вывод нужны ему такие друзья или не нужны и ни в коем случае не предлагаю формулу что это плохие друзья и у вас плохие друзья вообще есть я говорю о том что Бог использует этих людей для определенного времени чтобы выявить ваше состояние и этому положить конец и последнее это поклонение Богу Иов поклонился он познал что Бог есть над контролем всего я понимаю важность поклонения как дисциплина нашей жизни которая есть утром вечером на собрании руки поднимаем плачем как бы это дисциплина как бы мы идем на поклонение для нашего возрастания это для наших эмоций для того чтобы восхищаться Богом это и есть прославление но в практике Иова в чем выражалось его поклонение я вот думал об этом и где вот он выразился поклонение кроме того как он признал Бога сильным во всех обстоятельствах и знаете я начал читать один псалом все его знают из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих дабы сделать безмолвным врага и мстителя я думаю окей хорошо хвала и поклонение вот тебе младенцы и грудные дети что мы младенцы и грудные дети некоторые уже взрослые и так далее но когда я разбирал фанатический этот и вот этот отрывок через словари и так далее вдруг есть эта функция в разборе Библии да я нажимаю несколько слов например на слово хвала и вдруг выходит слова не словословие не хвала а знаете какие слова сила могущество и крепость я думаю подожди секундочку в чем же именно поклонение и я взял тегельным еврейский это псалмы начитаю на лепите новорожденных и еще нерожденных младенцев основал ты свое могущество против твоих ненавистников чтобы обезвредить врагов и тех кто ищет мести и я понял хвала это крепость в которую я становлюсь против моих врагов они не имеют надо мной власти бог использовал словословие как крепость и будет это делать писание говорит я войду в крепость и буду в безопасности возможно сегодня послание для нас оно еще нужно перерабатывать прослушивать и думать но я хотел бы сказать простые вещи читайте книгу Иова как настольную книгу жизни не духовного состояния а жизни и то что происходит с нами неизвестное не подавайте не подавайте сомнению того что бог без контроля я ту историю которую мы говорили с дьяволом о дьяволе да она очень интересная бог позволил дал ему намек о том чтобы немножко пошалить жизни и его это ему стоило всего друзья детей имущество жены отношения друзей и все равно бог говорит а теперь я покажу тебе другую сторону моего могущества бог был полностью в контроле вы согласны и если мы проходим долиной смертной тени что давид говорит не убоюсь я зла абсолютно потому что я знаю что пройдя этот путь я посмотрю назад и подскажу вот почему это нужно было не удивляйтесь смотрите потом как благ Господь к вам мы сейчас станем наши ноги аллилуйя как много того чего мы не знаем не прорывается через ограду которые бог поставил а то что прорывается мы переживаем мы часто богу начинаем претензии предъявлять как это могло с нами случиться я хочу чтобы мы были сегодня благодарны за то что произошло на Голгофском кресте и Исайя четко под такой красной нитью подписывает 63 глава что мы как люди иногда не ставим того кто умер на кресте но понес наши болезни наше преступление бог вложил на него когда мы думаем что весь ад сорвался с цепи одна ситуация за другой знайте бог в контроле он в контроле возможно он договорился поговорил и проверил твою верность но я с большого сожалению могу сказать люди которые ради этой жизни пришли к богу они разочаровываются нахлынувают трудности переживания потеря близких родных детей бизнеса и всего и потом они кричат в небо говорят где ты где твоя защита где твоя охрана ты я остался без ничего поворачивается и потом говорят когда я еще не был верующим мне было намного легче и уходят дьяволу не нужны ни овцы ни машины даже не ваши дети когда вы проходите через трудности ему важно что ты делаешь с этим обстоятельством давлением которое есть твою верность богу который выведет тебя из тупика где я вам скажу простую вещь как говорил Иисус с нами а что до меня хотите знать мое мнение я и то мой мы будем мы будем без других каких-то ситуаций без всяких обстоятельств ничто не сможет нас отлучить от той божьей любви которая есть если вы проходите это долина смертной тени что заставляет вас кричать то что вы кричите что вы ходите и что люди слышат когда они рядом с нами где предел того давления которое происходит я знаю спаситель мой жив я знаю и поднимая к нему наши руки возможно кому-то это слово было прямо скажено сестрам братьям я не знаю кому но хочу молиться о себе в первую очередь чтобы я мог пройти свой жизненный путь и встретить на том краю того кто дал мне жизнь я хочу услышать эти слова добрый верный раб войди я хочу видеть его глаза когда я прошел те трудности и переживания хочу видеть те глаза которые всегда заботятся и наблюдают за мной руки которые помогают даже когда я этого не вижу или не понимаю и все что я знаю я знаю что он жив я знаю что он тот кто выведет меня в свет або я прошу чтобы конечно же нас не постигала такая участь и мы бы надеялись на самое лучшее самое прекрасное этот год он станет годом прорыва успеха перемен экономики и мы заживем лучше господи но если придет такое время как и проходил я хочу остаться верным я хочу при всех моих может быть трудностях и переживаниях я не знаю каковы они есть или будут может быть я не знаю не знаю Боже кто же это будущее но я хочу стремиться к одному познать тебя как ты познал меня влюбляться в тебя как ты влюбился в меня быть в твоих руках использованы как ты хочешь чтобы я был использован быть послушным тебе Господь и не отвечать злом за злом или ругательством за ругательством но нести нести то что возложено тобой на меня взять этот крест и следовать потому что только в тебе в тебе есть упование в тебе есть надежда в тебе есть наше вот светлое будущее мы благодарны тебе сегодня за это слово спасибо 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 спасибо